Здравствуйте, туристы и милитаристы! Вам даже на самом деле не показалось, потому что сегодня мы поговорим о ноже, который у многих вызывает до сих пор улыбку и совершенно такое жесткое отрицание именно потому, что в первую очередь пенал в рукояти, полая рукоять. Но не торопитесь, именно хотелось бы пообсуждать, на самом деле, почему здесь бобренок. Потому что буквально два дня назад выходили мы на первую, на живую работу с младшим научным сотрудником, и вот он строгал там бобренком. Очень я оценил, конечно, скругленный кончик, потому что у меня младший научный сотрудник, на самом деле, еще совсем младше, то есть ему вообще не по возрасту пока что там строгать, резать, но уже докопался, потому что ножи его окружают всюду, и поэтому мы решили, я даже первый какой-то опыт выложил в Инстаграм. Ну, молодец, старается, что тут делать. То есть, возвращаясь к вопросу о детских ножах. Так вот, Павел Вальдемарч, он подарил своему отпрыску Survival Edge. И при цене, за которую Паша этот нож продает, а продает он его за 40 евро, он говорит, что просто офигенно, потому что парень, говорит, его просто юзает там хвост и в гриву мучает по-всячески, там ковыряет, поддевает, все подряд. То есть, совершенно без какого-либо трепета относится к ножу, и нож выдерживает. Нож живой, нож до сих пор работает, нож до сих пор острый. И я могу сказать, что это, наверное, первая причина, почему я сегодня вообще принес этот нож посмотреть. Ну, что на него смотреть? Его все знают, правильно? Тот самый Cold Steel Survival Edge, в отношении которого поднялся целый вой в ножевом сообществе. Да что это такое? Что с колдами творится? Это же самые крепкие замки Триадлок. Это же самые неубиваемые там фултанги и прочие-прочие. Бла-бла-бла, пятое-десятое. Они что, с ума сошли? Зачем они это сделали? Что это за позорище? Ведь этого ни хрена не выдержит. Постойте. Хочу сказать я. Ну, во-первых, я покажу. В комплекте идет вот такой вот набор выживания. Я его даже не буду раскрывать. Почему? Потому что здесь у нас струна, булавки, грузики, крючочки, леска, нитка, иголка. Ну, я почему не буду его даже раскрывать? Потому что каждый тру-выживальщик, он сам себе закомплектует такой настоящий набор, от которого прям будет гордость такая конкретная идти. И так вот, смотрю я, вот я прямо сейчас, в данный момент, так под бочением стою, положил подбородок на ладонь, и смотрю и думаю, ну вот действительно, в этом же есть свой прикол, как во всем, что делает компания Cold Steel. Потому что те, кто видел, например, не так, ну как не так, довольно давно уже, много времени назад, компания Cold Steel сделала солнечные очки. И, блин, вместо того, чтобы просто сделать солнечные очки, в своем репертуаре они сделали солнечные очки, по которым они на тестах стреляли из воздушки и разбивать их пытались там бейсбольными битами и прочее, прочее. Я понимаю, что все вот эти вот ролики тестовые Cold Steel, они всего лишь ролики, то есть когда у тебя 50 ножей в коробке, ты можешь ломать их ровно столько, до тех пор пока не выдержит. Но, с другой стороны, сталкиваясь с ножами Cold Steel довольно часто, я понимаю, что Линд Томпсон совсем-то уж борзеть бы на своих роликах не стал. Почему? Потому что если ты покажешь что-то такое, что потом у людей, там, у одного, у двух, у двух десятков людей не получится, тебя обвинят в мошенничестве. А такого пока не произошло. То есть более-менее я роликам рекламным Cold Steel доверяю именно с точки зрения их, понимаете, их достоверности. Раскручиваем тот самый пенал, смотрим вниз, и вот у нас получается, сейчас я плюс-минус, хвостовик заходит вот так где-то на два пальца, чуть меньше. Что я хочу сказать? Во-первых, те, кто сейчас наполнился негодованием, сейчас я буду шутить, поэтому сразу отнеситесь к юмору. Те, кто сейчас наполнился негодованием и сказал, да это же позор, это же никакой твердости конструкции, обязательно найдите у себя где-нибудь на полке, на парадном месте, сделанный ворсми или в Павлова, нож с булатом, или с булатом, или с каким-нибудь там дамаском, с одним монтажом, и просто сделайте рентген правильно. Большинство из вас очень сильно удивятся. На самом деле, я с этого худею, потому что мне иногда присылают в личку такие фотки, хоть стой, хоть падай, и ведь там же на самом деле, там всякие булаты, дамаски, элмаксы, и просто, ну, я вам скажу так, есть, я видел своими глазами, в садные монтажи, где хвостовик гораздо короче, чем здесь, и он просто там как-то насобачий, наварен дальше, прикручен на гайку и прочее, прочее, то есть прочности в конструкции совершенно никакой. Если вы зайдете на сайт callsteel.com, то вы увидите, как господин, замечательный наш Лин Томпсон, взял примерно двухметровый шест, вставил вот в этот вот пенал, и несколько раз метнул в мишень довольно точно, получившееся копье. Весь прикол в том, что, по идее, по всем законам жанра, эту рука я должна была бы разорвать просто от этой нагрузки, потому что там действительно, ну, примерно по его росту, ну, где-то, да, где-то метра два, на самом деле, дубина, она вот такого именно примерно диаметра, и палка именно была не просто там вырезана из дерева, а конкретно такая палка именно готова, то есть там действительно нагрузка очень сильная, и ничего подобного, все торчало как надо из мишени, то есть действительно это все выдерживалось. Дальше, один, там, незнакомый мне товарищ, он просто вставил клинок, вот таким вот образом, в паз, и подтянулся на этом ножи, ну, ладно-то там парень такой, он был худощавый, и подкачанный, это полбеды, а вот когда сам Лин Томсон, вставил так же вот в паз, но пониже, где-то там, сантиметров 50, земли, клинок, и на рукоять встал одной ногой, и при этом улыбнулся, такой терминаторской улыбкой, вот кому не лень, зайдите, просто берете, заходите на callsteel.com, survival edge в поиск, и там выдает вот этот вот именно ролик, тестовый, и нож выдерживает, то есть, ну, я уже не говорю про то, что этим ножом там на тесте, рубят канат, батонят, и прочее, прочее, то есть получается, что даже нож-пенал, с коротким хвостовиком, они как-то умудряются так, распроектировать, что он держит, такие нагрузки, скажем, я могу сказать так, вот, если посмотреть на это видео, то в реальной жизни вы даже половины нагрузок, ну, если у вас нет цели убить нож, вы даже половины нагрузок не дадите таких, которые там даются. И я, честно говоря, после просмотра этого видео слегка подзаткнулся на тему ножей Рэмбо, пустых рукояти, с набором там, выживания и так далее, и так далее, почему? Потому что, ну, я подумал, на самом деле, возможно, возможно, все и по-другому, возможно, действительно крепкий нож придумать. То есть вот, то, что Паша со своим ребенком этот нож мучает на природе, и то, что я увидел на тестах компании Cold Steel, меня это немножко так сбивает с толку, потому что, ладно, когда они встают, они встают вот так вот, вот таким вот образом в паз, но они изгибают, сгибают, клинок сгибают, где-то градусов там 65-70 получалось. То есть, ну, реально очень-очень круто, реально круто, поэтому в этом плане говорить о непрочности конструкции, ну, просто не приходится после таких вот вещей. А так получается. Что у нас получается? 235 миллиметров общая длина, 127 миллиметров длина клиночек, ширина клинка 25 миллиметров, толщина по обуху всего 2,4 миллиметра. Получается, если мне не изменяет память, это даже не холодняк в России, то есть тоненький, и такие дикие нагрузки выдерживают. Клиночек у нас такой полировано-сатинированный. Вот можно прочитать название камеры, тут все дела. Survival Edge с одной стороны, с другой стороны Cold Steel Taiwan. 85 грамм всего весит нож, 85 грамм. Сталька здесь, 41-16 немецкая нержавейка в криообработке, полипропилен на рукояти, кайдексовые ножны. Стоит это все дело, как я уже сказал, 40 евро у Паши в Baltic Foxy. То есть, вот, можно как угодно относиться к полым рукателям, но если вот все, что я сейчас вам до этого рассказал, вот оно все имеет место быть. И поэтому, это прикольный очень нож для подростка. Я почему бобренка вначале показал? На самом деле, вот о детских ножах. Очень хорошая есть серия у Хелле, у Моры, и, по-моему, у Бруслету. Скандинавские фирмы практически все делают ножи для начинающих бушкрафтеров с небольшими рукоятями, с небольшими клиночками и очень-очень сильно выраженным упором под указательный палец. Здесь у нас аж целая двойная гарда. Оранжевый цвет. Есть еще черная версия. Оранжевый цвет, он как нельзя круче для леса именно потому, что ты его, ну, действительно, не потеряешь. В полипропиленовой рукояти сделаны такие вот резиновые кольца. Они добавляют цепкости. Единственное, что я могу сказать, что конкретно для детской руки, конечно, здесь дофигища объема, потому что здесь вот этот вот пенал, он лично под мою ладонь, он такой чуть ли даже не толстоватый. Он действительно такой очень-очень заполняющий ладонь. Поэтому, если взять, например, небольшую ручонку, то... О чем я говорю? Это же Пашины дети. Я все время забываю. Я же в своем думаю. Паши, Паши, конечно, дети в Пашу. Они большие парни уже, несмотря на то, что дети. Вот. То есть, такая вот круглая рукоять. Прикольный очень, молоточный хват. Диагонали здесь вообще пофигу, как вы поставите. Почему? Потому что гарда с двух сторон защищает полностью. Ну, и обратный то же самое. Совершенно безопасный в использовании нож. И он по виду прям комичный. Спуски у него... Сейчас я посмотрю. Есть тут... Есть тут какой-то... Скайный дивной. Вот вам, пожалуйста. То есть, очень как-то... Ну, я могу сказать, что вот у меня к этому ножу отношение очень сильно изменилось, потому что вначале я тоже начал возбухать на тему пустой рукояти, что это такое. Но посмотрев именно вот эти тесты, я понимаю, что Cold Steel ничего не делает просто так. У них абсолютно все вещи, абсолютно все ножи делаются с запасом под дурака, который будет этот нож ломать. В чем еще прикол? Прикол, конечно же, в том, что есть у нас огниво, штатное, оранжевое в цвет рукояти. И наша вот эта вот кайдексная, пластмассовая. Кстати, вот за кайдекс не скажу. Да, правильно. Securex. Неправильно у меня была информация. То есть, на самом деле кайдекс он и потяжелее, и поосновательнее. Здесь попроще пластмасса. Securex стоит. Ножны типично моровские, с продувалкой, что характерно симметричные. То есть, под правую, под левую руку сразу. Вот таким вот образом это все надевается. И то же самое типично моровские вот эти конструкции, когда вы не снимая ремень, надеваете ножны пластикой, вот эта петля и петля для того, чтобы можно было носить, цеплять там за пуговицу, например. То есть, как-то именно сверху. Самая простая, очень простая, скажем, очень простая конструкция и ножа, и ножен. Но, вот у меня лично такое ощущение, что товарищ Томпсон, он просто подсмотрел моры, он увидел успех мор и сделал примерно только так же, но по-своему. И получилось очень удачно. И, безусловно, для нас, для людей, балованных там Эмкой или Элмаксом, это, конечно же, там и не сталь, и не нож, и бла-бла-бла. А как я им буду медведя убивать с пола этой рукояти? Ну, как раз, как медведя убивать Лен Томпсон и показывать с помощью копья, сделанного с этим ножом. Но, весь прикол в том, что он совершенно жизнеспособен. Можно что угодно говорить. Но, вот он как есть, так оно и есть. Он рабочий нож, безопасный. Единственное, почему, по какой причине я бы его не стал определять именно в подростковый? Его запросто можно определить в подростковый в каком плане? Здесь сканди на тонком клинке он будет прикольно строгать. При этом полностью рука защищена, чадо ваше не порежется, не поранится. И, опять же, можно всяких штучек, жмучек. Здесь, я подумал, что можно всяких там этих гвоздей, крючков напихать. А кто-то, может быть, философски отнесется, запихает сюда здоровенный косяк и пару спичек. И больше ничего не нужно, как говорится, для единения с природой. То есть, для ребенка, для детской руки, здесь единственное, что не прикольно, это то, что она действительно очень-очень объемная, она очень толстая. То есть, это нужно именно ухватистость. А во всем остальном, почему бы и нет? Я еще не удивлюсь, если он еще и не потонет, если его, как следует закрутить и оставить полым без набора. Он еще и останется на воде. Ну, в общем, вот так. Ничего толкового не сказал, вы уж меня, простите, именно порассуждал. Потому что, для меня, это действительно больше до сих пор, для меня, это больше нож загадка, чем какой-то конкретный. Я, несмотря на все, что я сейчас сказал, все равно меня половинит. То есть, в идеале было бы, понимаете, можно отнести этот нож на тесты, протестировать, там, пятое, десятое, и все. Но, по таким ножам надо делать выводы не на тестах, а из поюза. Поэтому, у меня большая просьба. У кого, ребят, если есть этот нож в поюзе, в реальном, в походном каком-то, в лесном поюзе, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, своими, именно, вот, наблюдениями за этим ножом. Спасибо за просмотр, всего доброго, увидимся. Увидимся.